Студия Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожевна, проводите эту новость. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06 в Кирове, и это программа «Очевидцы» в студии Ольга Болезина. Делала селфи, поэтому опознала. Да, совершенно верно. Мы сегодня завершаем этот цикл. Наш десятилетний цикл. Десять лет в Кирове. Очевидцы. Все, что было за последние годы. Вместе с нашей радиостанцией, которая 10 лет исполнилась в ноябре. И гостями нашей радиостанции. И гостями, да. Которые очевидцами тех событий были. Сегодня у нас вице-спикер законодательного собрания 5-го созыва Михаил Курашин в гостях. Добрый день. День добрый. Да, 19-й год. Ну, вот вроде бы совсем недавно было. Год прошел всего, да. Ну, с некоторых событий пусть там около двух лет прошло. Ощущение такое, что это было так давно. Так давно. А, кстати, может быть, вот эта вот пандемия коронавирусная, она вообще как-то все заморозила? Ну, просто все остановилось. Вот где там в марте, в апреле. И все. И когда-то все было в прошлой жизни. Когда-то очень давно. И когда-то все не с нами как будто. Нет, я думаю, что здесь просто ситуация такая, что когда ты следишь за новостями практически в онлайн-режиме, да. То есть не так, как раньше. Там события происходят, грубо говоря, там раз, там два раза в неделю, да. То есть и как бы они проходят. А здесь как бы все было достаточно стремительно. И я думаю, что многие как бы и статистику смотрели в ежедневном режиме, и какие-то новости читали постоянно. И получалось, что насыщенность этого года, она была настолько большая, да, что там уже, как говорится, кажется, что мы тут живем уже лет 20 в таком состоянии. Лет 20 живем в масках. Ужас какой. Да. Так, ну ладно, 19-й год. Очень коротко по событиям сначала, да, и потом более подробно по некоторым из них, значит, чем 19-й год нам запомнился, кроме того, что мы еще не носили маски. Мы не знали слово ковид. И не знали слово ковид. Это концессия по теплосетям и уход кировских коммунальных систем. И то, которое мы наблюдаем именно вот сейчас, в 20-м году и в конце. В последствии этих решений, совершенно верно. Это транспортная реформа, реформа маршрутной сети, которая не состоялась. Это уход с поста спикера законодательного собрания и последующее задержание Владимира Быкова. Это вандалы на санках у Дворца пионеров. Была такая тема в конце 19-го года. Это перекраска желтых заборов в серые, разметка двойная на многих улицах, препятствующая повороту во дворы и недовольство водителей. Ну, в общем, вот это основные такие крупные. Есть еще чуть более маленькие события, о них мы по ходу дела будем говорить и вспоминать. Ну, наверное, к основным крупным-то у нас разделение функций губернатора и председателя правительства. И назначение Александра Анатольевича председателя правительства тоже ведь в прошлом году было. По-моему, да. Хотя он отчитывался недавно о работе за три года, а работает только один год. Ну, по-моему, да. Да, это тоже в прошлом году произошло. Так, ну, вот все-таки к Владимиру Быкову. Это, наверное, такая, с одной стороны, долгожданная история, о которой говорилось на протяжении лет, наверное, 5-6 в нашей студии в том числе. С другой стороны, несколько неожиданное случилось, она ближе к концу. В 19-го года в середине октября Владимир Быков ушел с поста спикера ЗАГСобрания и сначала информацию не очень там активно выдавали, дозированно. Говорили, что он пойдет на какую-то другую работу, непонятно, с чем связано, то ли с состоянием здоровья, то ли с уходом на другую работу. А спустя полтора месяца стало известно о претензиях следствия к Владимиру Быкову. Ну, вот предшествовало этому тянущееся в течение всего 19-го года дело, в том числе дело по Парку Победы, и показания в суде сотрудников мэрии, которые называли Владимира Быкова в числе инициаторов, что ли, да, той самой схемой с землей. Я бы добавил еще привлечение ряда депутатов городской думы к уголовной ответственности, да, и мы тоже помним за школьный проездной и так далее. То есть это тоже предшествовало, как раз это тоже 19-й год. Да, вот. Ну и вот раз уж вспомнил Михаил, нельзя, конечно же, тут не вспомнить обращении Дмитрия Никулина к горожанам. Да, это было, конечно, что-то, чего не было до того в политической практике, мне кажется, Кирова и, может быть, других регионов, когда беглый депутат обращается к избирателям и говорит, что вот виноват, но простите. Ну, я бы так не говорил, что не было в других, да, то есть я, предположим, знаю историю во Владивостоке, когда мэра также начали привлекать к ответственности, он сбежал в Таиланд, по-моему, или в Тайвань, вот, находился там, но в то же время он организовал во Владивостоке благотворительный фонд, и там ежегодно этот благотворительный фонд строит, выделяет деньги на строительство детских площадок, то есть он как бы с такой, с прицелом того, что он вернется, и когда там произошла смена губернатора, была информация, что видели его вот рядом с новым губернатором, как возвращаться, и я думаю, что, может быть, вот подобные мысли были и у, там, Дмитрия, когда он вот эти выкидывал нам пиар, свои эвенты, да, то есть то интервью с ним, то обращение, вот, это же интервью тоже было в 19-м году. Ну, на мой взгляд, он просто недооценил всю серьезность данной ситуации. А может быть, кто-то что-то обещал? Нет, там всем все обещано, да, там, и то, что мы вот раз уж начали говорить, предположим, про бывшего главу города и спикера АЗС, там, то, что там есть сейчас, на мой взгляд, это тоже результат каких-то договоренностей, потому что, ну, первый момент, да, там, то, что за такие, там, составы преступлений, которые ему вменялись в самом начале, человек остался под домашним арестом, это уже вызывает вопросы. Ну, воже. Потом отмена домашнего ареста. Слушайте, ну, как бы, есть много других примеров, когда, там, и тех же вип-персон, там, в СИЗО сажали, вне зависимости от возраста, да, там, и то, что потом отменили домашний арест, и по факту он сейчас просто человек, который, ну, там, имеет некие ограничения, но по факту, там, живет полноценной жизнью, это тоже какая-то определенная договоренность. То, что процесс уже, там, ну, год практически, да, там, больше года уже, да, там, уже затянут до судебного разбирательства, это тоже какая-то определенная договоренность. Ну, вот вчера была информация, что передается дело судовое. Ну, я-то предполагал, и в том числе в эфире «Эхо» в прошлом году высказывал о том, что, я так понимаю, что ожидали массовой амнистии, посвященной 9 мая, там, в связи с юбилеем Победы, но она, как бы, не состоялась такой массовой и заметной, да, там, и в результате, как бы, процесс пошел дальше. То же самое, я думаю, и по Никулину и его напарникам, да, то есть, которые тоже привлекают. Все ждали широкой амнистии, вот, но ее, как бы, не произошло, и поэтому там дела идут дальше. Единственное, что, конечно, там, я думаю, что не специально, но фраза «долгожданное событие», да, то есть, которая прозвучала там. Вот мы 10 лет вспоминали, и каждый год что-нибудь про это дело, про Победы и про Быкова было. Вопрос в том, что там, да, об этом говорили достаточно много, но я не думаю, что было много людей, которые верили, что это может вырасти в уголовные дела, да. То есть, скорее всего, это могло бы вырасти просто красивый уход на пенсию, да, там, и, как бы, тихонечко, тихое забывание данной персоны, вот, но вот раскрутка всех событий, связанных и с Парком Победы, связанных с школьным проездным показанием сотрудников, да, ПТП, вот, на мой взгляд, они как раз и, как бы, спровоцировали эту ситуацию. И что-то мне подсказывает, да, что, как бы, все равно чья-то рука здесь была, да, то есть, кто этот процесс не давал тормозить. Там, можно сейчас просто там предугадывать, кто это мог быть, но кто-то там решил, может быть, там, сдать для того, чтобы дальше не пошло все. Вам как кажется, решение об этом на федеральном уровне принималось? В любом случае, такие решения, как бы, это решение федерального уровня, да, там, и не случайно все правоохранительные органы и следственные структуры, они же имеют федеральное подчинение, да, то есть, у нас здесь, там, ну, кто? Да никто не может подобное там решение принять. Прокуратура у нас федеральная, МВД, федеральный следственный комитет федеральная, там, и так далее, ФСБ федеральная, да, то есть, они все федеральные, поэтому, как бы, обсуждение этих вопросов, там, оно точно носит федеральный характер. Но предполагать, что это, может быть, областная власть как-то инициировала вот эти вот все... Ну, мы сейчас можем с вами гадать, да, то есть, мы с вами можем гадать, там, ну, там, ну, хорошо, давайте посмотрим цепочку, да, там, если, предположим, областная власть могла, там, дальше инициировать, то с какой-то выгодой для себя. Вот, там, события, связанные с привлечением к ответственности, и весь этот год, ну, как бы, не показывают каких-то особых тут... Референций, да, выгод, которые могли бы получить, а если к этому приплюсовать еще и массовый, там, арест членов команды, действующего губернатора, в том числе, там, с темами, связанными с городом, там, и так далее, ну, как бы, я думаю, что это просто, ну, такое стечение обстоятельств, то есть, как где-то я слышал, Кировская область, это вообще стечение обстоятельств, да, то есть, стечение обстоятельств, которое, там, характерно именно для нашей территории, что, там, мы, вот, отличаемся в последнее время, к сожалению, именно подобными событиями, там, начиная с Навального, вот, похоже, где-то мы открыли вот этот ящик Пандоры, и на нас лежит вот это определенное проклятие. А вот, смотрите, поскольку мы предполагаем, что результат договоренностей, вот это вот облегченное, скажем, да, положение Владимира Быкова во время следствия, можем ли мы предполагать, что по, там, не знаю, ниже Нижнего будут, будет приговор, там, или еще что-то? Легко это делается, Владимир Васильевич? На мой взгляд, тут как раз вот есть какое-то, там, я его тоже понимать не могу понять, потому что, если бы человек находился под домашним арестом, ему бы период нахождения под домашним арестом шел бы потом в будущий срок. Но так как отменили домашний арест, и человек по факту является свободным человеком, то у него расчет срока, который можно было бы уже списать после судебного приговора, это не идет. И тут я не совсем понимаю, как бы, всей выгоды этой ситуации, там, для самого, там, господина Быкова, да, то есть ему выгоднее было бы, там, год этот отсидеть под домашним арестом дома, да, чтобы потом, когда, там, будет судебное решение, этот год уже минусовали из общего срока. Как это, собственно, там, бывает по большинству этих случаев, да, там, вот, когда люди, там, затягивают уголовные дела, потом выносятся это самое, и выясняется, что он уже, там, собственно, там, половину срока уже отсидел на домашнем аресте, и ему автоматически его тут же выпускают, да, то есть вот здесь ситуация очень непохожая. Супер-многоходовка какая-нибудь. Ну, как бы, да, супер-многоходовка. Которую мы пока не можем разгадать. Давайте не будем забывать, что все-таки, там, человек действительно, там, имеет яркое прошлое, это, опять же, повторюсь, это боевой генерал, да, то есть по статусу, это человек, имеющий множество наград, поэтому, как бы, это все смягчающее обстоятельство, да, то есть, что бы там ни говорили, но с другой стороны, там, вот та информация, которая была, там, о том, что у него, там, два тяжких состава, там, два среднего, там, тяжести, но это отягчающее обстоятельство. Ну, вот к чему это все приведет, там, я думаю, что мы, наверное, скоро будем уже следить за судебными делами, как это все будет проходить. Вообще говорят, что, ну, могло бы это стать, не знаю, там, примером, антипримером, да, для всех, кто дальше занимается, там, каким-то, ну, занимает посты во власти, но, судя по всему, это как-то не работает или работает та вещь, что у нас на каждого найдется при желании что-нибудь? На каждого человека во власти лежит папочка. Да и не во власти, у нас с тобой, Аня, тоже, наверное, ничего нет. Я здесь продолжаю все-таки ту мысль, которую я всегда говорю, о том, что сегодня у нас власти, на всех руководящих постах находятся те люди, которые в 90-е годы, собственно, в основной своей массе, да, там, были предпринимателями, которые жили в тех условиях. А это, соответственно, там, ну, относительно беззаконие, это приоритет силы, это, как бы, там, и так далее, и тому подобное. Да, и поэтому, там, то, что есть на каждой папочке, да, там, пример фургала, нам, как бы, показателен. Я думаю, эти папочки есть на любого главу города, на любого главу региона, на половину, наверное, там, наших федеральных органов, эти папочки есть. Есть даже мнение, что без папочки и каких-то темных, там, да, историй в прошлом людей и не пустят во власть. Потому что в случае чего, в случае чего определить им будет нечего, да, и дергать не за что, ну, условно, за ниточки, да. А здесь вроде как есть такой, ну, парашют, не парашют, некая история, которая в случае чего несговорчивого человека позволит, ну, осадить там, да, и поставить на место. Не соглашусь. Не согласен. По одной простой причине, что вот, как бы, тоже там, общаясь с большим количеством разного уровня чиновников и правоохранителей, да, там, у меня сложилось такое ощущение, и мне его озвучил один из моих коллег из правоохранительных органов, что человек, приходящий на государственный пост, на следующий день его можно уже садить. Да, то есть уже нарушается. Либо за выполнение, либо за невыполнение чего-либо, да, то есть он уже нарушает. И там, в свете того бардака, который там бюрократическая система создала с точки зрения циркуляции писем, денег, рекомендаций, указиловок и так далее и тому подобное, да, там, ну, человека можно уже привлекать. И поэтому вот там пример, который сегодня показывает, предположим, Кировское министерство финансов, он очень показателен, что мы не занимаемся никакими инновациями, мы не занимаемся никакими инвестициями. Мы бухгалтера. Денежка пришла, вот документик, денежка ушла, вот документик. Чем меньше будет операции, тем нам спокойнее будет жить. А в результате, как бы, там, ну, вот мы имеем то, что имеем, да, то есть ни о каких, собственно, прорывных развитиях нам не говорят. Единственное, что у меня, как бы, вот, там, уже по этому году, там, по проекту бюджета большой вопрос, когда нам показывают 22-23 год, там, профицитный бюджет, у меня возникает вопрос, за счет чего? За счет чего мы, как бы, начнем лучше жить-то? У нас ни экономики, ни, как бы, ни природных богатств, да, то есть за счет чего? Ну, а при всем при этом еще и указывается, что вырастут собственные доходы. Откуда? Народ уезжает, народ вымирает, экономики нет, природных ресурсов нет, планов, где бы Кировская область звучала, нет. А, я знаю, где, налоги поднимут. Ну, вот, вклады в банках, допустим, да, 13% обложения, вот вам это. Не вопрос, но это же, как бы, увеличение закредитованности населения, и как, соответственно, с учетом того, что мы, там, в последние десятки по уровню жизни, да, то, соответственно, это рост долгов при громаднейшем падении доходов населения. То есть денег-то больше ведь не становится. Люди понаберут кредитов, они перестанут их просто выдавать. И поэтому, как бы, за счет чего? Непонятно. Но это, ладно, это лирика. Отошли немножко. Лирика этого года, да. Остались от темы 19-го года, погрузились в 20-е. Ладно. В 19-м году было еще множество изменений в коммунальной сфере, да. Ну, во-первых, 19-й год начался для кировчан новыми платежками за новую услугу, выбор, вывоз мусора, да, стартовала так называемая мусорная реформа. Дискуссия о том, кто мусорит люди или метры, осталась в прошлом году для большинства горожан и сельских жителей. И вопрос остался до сих пор. Да, а за право платить все-таки с человека, да, боролись в 19-м году очень активно жители частных домов на территории Кирова и своего все-таки добились. То есть было принято решение о том, что эти люди платят с человека, а не с квадратного метра, потому что до этого платежки, которые приходили, они, конечно, повергали всех в ужас, когда полторы-две тысячи рублей надо в месяц отдать за вывоз мусора, а по факту ничего для семьи не изменилось. То есть они не стали там мусорить больше, да, огромные какие-то там кубометры собирать этих отходов. А вот, кстати, мусорные войны, которые у нас в 20-м году начинают разворачиваться, это вообще-то что? Это бизнес, какой-то предел или там последствия недальновидных решений каких-то? Ну, я думаю, что это в любом случае, опять же, такой федеральный тренд, потому что все понимают, что, как бы, там крупные города не в состоянии иметь и создавать постоянно вот эти мусороперерабатывающие заводы. И поэтому, как бы, главная идея, это как можно дальше это все вывозить от города, чтобы там решать проблему города. При всем при этом, там, ну, соответственно, тестирование по регионам, какие возмущаются, какие не возмущаются. Там, пример, там, Архангельска, да, там, когда люди вышли, показал, что, ну, наверное, там оно не прокатит. Ну, рядом есть Волок, да, там, Вятка и так далее. Но в Архангельске-то вышли, потому что мусор собирались к ним чужой везти. Ну, вот я об этом и говорю. Здесь у нас не настолько масштабное было противостояние. Там, мы помним, что у нас, в принципе, это ведь тема из прошлого года тянется относительно перестройки заводов Мородыкова под мусороперерабатывающие, да, то есть, а это значит, что, собственно, чьи-то отходы ведь сюда повезут. Притом, там, ну, мы опять же, там, можем сейчас оценивать, там, что нам правду, что неправду говорят, там, какой категории этот мусор, там, опасно, не опасно. Но речь-то идет о том, что это внешний мусор нам привезут. Ну, надо сказать, что внутренне тоже вот история с осенцами показала, да, вот это вот все-таки была же народная активность какая-то, которая, как нам говорят, сейчас и завершилась положительным для граждан решением о том, что полигон в осенцах закрывается, а строятся вот какие-то другие полигоны. Ну, какие-то другие, там, вопрос-то возникает в том, что была же информация о том, что куда сейчас. Куда, непонятно, куда. Там начинают распихивать в Зуевку, там, в Чапецкие районы и так далее, как бы, ну, это все решение-то временное. Вообще, непонятно, чем 21-й год начнется для кировчан в этом смысле, потому что обещают, что контейнеры с улицы исчезнут. Увеличением тарифов, как обычно. Ну, год у нас всегда с этого начинается. Я живу в Юго-Западе, мне, конечно, грех жаловаться, у нас там, но у нас и раньше хорошо вывезли мусор, и сейчас регулярно, там, сутки приезжают, они все чистенько и всегда своевременно убирают. Но, там, читаю, там, то, что происходит, опять же, там, в небольших наших, там, деревнях пристроенных, да, там, я понимаю, что мы с этой темой-то очень долго не соскочим. Да, то есть нам все равно, скорее всего, нам надо думать о создании подобного завода, да, там, где его строить, что это за завод, кто будет инвестировать. Опять же, ну, тут есть горячая головы и разумная головы в соседнем с вами здании, вот, как бы, пусть они привлекают инвесторов, может быть, придется по пути, как возрождался тот же аэропорт Победилова, что власти придется строить, а потом искать уже инвесторов, да, то есть, если Победилова до сих пор не нашлось, ну, может быть, здесь будет лучше. Здесь вопрос-то в том, что инвестор-то был, который строил осенцы, не очень понятно, чем эта история еще обернется нам. Ну, я думаю, что история с осенцами не закончена, покуда там все еще в судах находится, там, как бы, и суды, насколько я, опять же, могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, суды-то мечутся, то поддерживают, то отменяют, то снова принимают и так далее, поэтому, я думаю, история не, это самое, не закончена, да, там, она какое-то развитие, ну, посмотрим, тут у нас и урбан-форум будет, и гражданский форум, я думаю, эти вопросы будут обсуждать, и мы какую-то информацию, как бы, от профессионалов будем, экспертов уже получать. Вообще, вот, спасибо, может быть, ковиду, что денег нету, вместо трех йогуртов покупайте один, меньше мусора будет. Понятно, да. Ладно, еще, будем по-хорошему. Две очень такие значительные коммунальные новости, что называется, да, озвучим, это заключение консессионного соглашения с компанией Т-Плюс, которое предусматривает масштабную реновацию городских теплосетей, заключено оно, напомню, сроком на 35 лет, общая сумма инвестиций, по-моему, называлась порядка 17 миллиардов рублей, если я не путаю ничего, да. Нас всех предупредили в 2019 году, что тариф вырастет, да. По максимальной планке. Вырастет. Ну, там как-то были такие вот расчеты, что вот вроде бы по максимальной планке, но так-то вроде как в деньгах-то и не очень вроде много, да. Вот. Но никто почему-то не предупредил, что из-за масштабных ремонтов, которые начнутся, придется посидеть очень долго без горячей воды, что мы этим летом и увидели. Ну, я думаю, что это не только, это одна сторона дискомфорта, а другая сторона, это весь перерытый город. А Шульгин обещал, что мы весь город перероем. Ну, я понимаю, но там у нас сегодня с вами уже там не за горами Новый год, но там много участков-то и остаются открытые. И там, когда у нас в сентябре, в октябре было заявление там КТК о том, что они признают, что они не в состоянии будут до конца этого года зарыть все, что накопано. Поэтому, ну, здесь, по этой ситуации, наверное, следует говорить о том, что там, ну, опять же, идея концессионного, да, там, она в логике, она понятна и, наверное, правильная. Да, то есть отдать это все там фирме, которая бы этим занималась, тем самым снять брешь. Вопросы опять в исполнении. Вопросы исполнения у нас как бы, как получается, игроков-то не так много, внешних мы стараемся никого не пускать, а свои-то все, ну, с таким этим небольшим шлейфом-то идут, различных оказий, в которые они попадали. И поэтому, как бы, там, то, что у нас там оказался город перерыт, ну, честно говоря, я думаю, что никто особо не удивлен, с одной стороны, ответами от КТК тоже никто не удивлен, да, потому что, как бы, эти ответы чаще всего там, либо на уровне шантажа идут о том, что, если мы это не будем делать, вы тут все загнетесь, да, там, из-за плохих труб. Либо, как бы, там, мы, у нас заказчик правительства, и мы, там, будем общаться только с ними. Не, ну, начальника-то они сняли, признали, что все-таки, да, и так делать было нехорошо, но, с другой стороны, там... А что изменилось после того, как сняли? Да, то есть мы с вами должны понимать, что руководители подобных организаций, это, как бы, наемные правительством, там, люди, и, как бы, ну, сняли одного, поставили другого, да, то есть, вот, там... Ну, он тоже тогда уйдет. Он тоже уйдет. Если ничего не поменяет. Не знаю, но у меня ощущение, что все-таки эта история, может быть, в перспективе немножко изменится, то есть, они опыт этого года, может быть, учтут, и в следующем году не будут настолько масштабно сначала раскапывать, а потом понимать, что там не хватает сил, чтобы сразу все вовремя закопать. Просто, когда первый блин комом, я не знаю, может быть, можно куда-то съездить на кулинарные курсы и поучиться, чтобы он сразу был никого. Ну, коллеги, здесь есть еще скрытая сторона, которая называется наше законодательство. Там всем известный факт, что, собственно, все это, все, что вырыто в нашем городе, вырыто-то ведь субподрядчиком. А, понятно. Да, то есть, как бы, он получил задание, да, там, ему это задание оплачено, он должен выкопать 100 ям. Он копает. Он их выкопал. Он субподрядчик. Там, соотнести это с планами, там, КТК и возможностями их по проведению ремонта невозможно, потому что... Плюс ковид и доставка труб еще в этом году как-то затормозилась. Потому что сам КТК, я так понимаю, не имеет сбалансированного плана работ. Я, там, наблюдаю третий год, как у меня ремонтировались, там, ведутся ремонты, когда один приехал, выкопал яму, потом на неделю никого нет, потом через неделю начинают появляться люди, люди, там, вытащили трубы, а пять неделю никого нет, еще там, и так далее. Процесс... Растягивается во времени, да. Потому что одни субподрядчики сидят. Людей не хватает своих, бригад не хватает своих. И поэтому, как бы, это вопрос, на мой взгляд, еще и управленческого и законодательного плана. Дело империровал сейчас на полторы минуты. Вернемся с событиями 2019 года через непродолжительное время. Программа «Очевидцы» продолжается. В нашей студии Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва. Вспоминаем, сегодня 19-й год, концессия с Т-плюс на перекладку тепловых сетей, об этом говорили до перерыва. Еще одно коммунальное событие, это история с уходом КТК, да, передали сети холодной воды... Простите, да, КС, совершенно верно, да, передали сети холодной воды водоканалу, возродили водоканал. Ну, вот я не знаю, последствия этого решения пока я каких-то прям вот очень заметных для горожан не наблюдаю. А вообще, конечно, это очень смелая идея взять и отобрать у крупной компании, где работают там сотни людей. Пусть даже ты их переводишь к себе в другую крупную компанию, ну, просто вот, ну, работали-работали. И потом мы приходим и говорим, нет, вы больше не будете работать. Неинтересно. Тут же, смотрите, большинство ситуаций, связанных с подобными там ротациями, сменами компаний и так далее, они обусловлены накопившимися долгами. Да, то есть мы там помним и понимаем пример управляющих компаний, у которых там менялись и меняются достаточно часто по этой же самой причине. Да, то есть накопились долги перед поставщиками энергии и всего остального, контору ликвидировали, на ее месте создали там ее плюс. Да, то есть и, соответственно, появилась снова контора. Здесь, я думаю, ситуация примерно та же. То есть, опять же, вряд ли, смею предположить, что вряд ли речь идет о каком-то стратегическом виде, как можно там действительно решить проблемы и развить там тему водоснабжения, теплоснабжения и так далее. Да, то есть есть просто там текущие ситуации, когда организации там, одни организации не могут участвовать, потому что у них там накопились уже долги, нужно искать другие организации или создавать, и таким образом там запускается это колесо. Вспомните, у нас там, ну, чуть раньше, в те же 15-е, 17-е, 18-е года, там ситуация была с ликвидацией всех областных корпораций, корпорация развития, КРИК и так далее. То есть проблема та же самая. То есть они накопили достаточное количество долгов, и, соответственно, дальше уже вопрос в том, что там требуется обеспечение этих долгов, то есть кредиторы требуют. А получается, что обеспечителем-то является учредитель, правительство. И поэтому проще эти организации ликвидировать, чтобы закрыть тему, да, там, и создать какой-то определенный шум, то есть это там и уголовные дела и все остальное. Поэтому я думаю, что здесь примерно та же самая ситуация, да, то есть судить о том, хорошо ли создавать новые организации, предположим. Не, но водоканал-то старый и муниципальный, он получил сейчас себе кучу денег в оборот от частников. Ну, значит, очистился, очистился, и теперь как бы получается... Ну, ведь процветать. Ну, какое-то время, да. Ну, то есть мы ему гарантировали, что целый город платит ему деньги за воду, он же не может там... Ну, мы же понимаем, что у нас все равно есть та самая определенная часть, которая не платит, и долги-то эти будут все равно появляться, от них никуда не деться. Давайте еще быстренько по событиям пробежимся. Значит, из того, что было яркое в 19-м году, ну, яркое и заметное... Фестиваль «Шляп» будет? Нет, фестиваль «Шляп» не будет, но будет памятник Сталину. Появился он на базе отдыха юбилейный, 14 километров от Кирова, установили бюст Сталину в мае 19-го года коммунисты России, и вообще это вот такая конкуренция была между двумя коммунистическими партиями, КПРФ и коммунистами России. Коммунисты России поставили первыми КПРФ, насколько я помню, поставили в этом году памятник в поселке Демьянова Кировской области. И теперь и та, и та политическая структура заявляет, что они ищут место в Кирове для того, чтобы поставить памятник Сталину еще и в Кирове. Вот такая вот история. Ну, а вспомните, лет 10-15 назад мы все с вами жаловались на недостаток у нас малых архитектурных форм, таких знаковых мест. А потом, когда они начали появляться, мы начали на них жаловаться. Да, мы там не радуемся. Да, хорошо появился памятник Сталин, ну, конечно, другая история. Какая? Она окрашена, ну, такой резкой дискуссией вообще, а стоит, не стоит таким образом ставить памятники. Погодите, ну, у нас много вопросов есть и к Кирову. Вопрос заключается в том, что давайте будем рассматривать это как благоустройство территорий. Мы с вами ведь не коммунисты России, не КПРФ, да, то есть мы с вами жители этого города. И если к нам приезжают гости, у нас, по крайней мере, есть история рассказать о том, почему в нашей области два памятника Сталину. Хорошая история, что две конкурирующие партии, да, там, каждый стремился это самое. Хорошая история, позитивная, позитивная. Развиваем туризм. Ой, не знаю, мне кажется, вы как-то с сарказмом это вот сейчас говорите, нет? Ну, понятно, что с сарказмом. Я честно скажу, да, там, я вот отношусь, еще раз, отношусь к тому, что если, там, дали добро на то, чтобы этот памятник установить, значит, в этом ничего плохого не видят. Да, там, памятник установят. На частной территории его можно ставить без разрешения, насколько я понимаю. Ну, нет, так она же все равно кому-то земля принадлежит, да, то есть это как бы их право. Там, отношение к, там, непосредственно персоне, чьи поставили, да, ну, слушайте, ну, вот, я думаю, что лет через 30 точно, как бы, он будет изучаться как просто видный деятель истории. Без всякого, там, политического окраса, без всякого личностного окраса, и так далее и тому подобное. То есть, да, на нынешнюю молодежь, допустим, образ усы-трубка уже не работает, и не узнают, не распознают. Вот, то есть это будет пример, ну, такого... То есть надо немножко подождать. Архитектурный форум. Ну, я еще... Пока уйдут те люди, которые в это не приняты. Я не вижу в этом ничего кормольного. Я понимаю, что сейчас, наверное, там, многие меня начнут проклинать, да, там, не вижу ничего страшного в том, что те люди, которые считают, что, там, этому человеку можно поставить памятник, ставят этот памятник на своей частной территории. Но, тем не менее, общественное мнение, конечно, разделилось по этому вопросу достаточно там резко и кардинально. Ладно. А по всему общественному мнению... По всему, где не требуется большого количества знаний и изысканий. О громких каких-то возмущениях, которые к чему-то привели в 19-м году. Ну, во-первых, если вы помните, это история с несостоявшимся объединением трех колледжей, колледжей культуры, культурных колледжей, так скажем, да. Это училище музыкального, колледж музыкального искусства имени Казенина, колледж культуры и художественное училище имени Рылова. Говорилось о том, что будет некая реорганизация. Очень активно выступали против студента и преподавателей колледжа Казенина. Прежде всего, да, у них было подозрение, что все это затевается в интересах непонятных лиц с отъемом вот этого стоянного здания. Понятных лиц, интересах к недвижимости. Кстати, помните, еще когда-то театры хотели объединять тоже. Такие интересные проекты возникают. Ну, вот опять же, как вы сказали, благодаря ковиду мы как бы увидели на примере объединения, оптимизации здравоохранения, к чему приводят подобные объединения, да. То есть, когда объединяли ради того, чтобы как бы сократить расходы, сократить там площади, сократить все остальное. Оптимизировать. И мы как бы, да, получили вот то, что получили, да. То, что сегодня нет мест, то, что сегодня там скорые приезжают через сутки, то, что сегодня врачи там чуть не умирают на своих рабочих местах и так далее. Это ведь правильно... Но к такой нагрузке никто не готовился, конечно. Я понимаю, но там при той, там, ну, старой, это не совсем, конечно, правильно. Ее необходимо было отчасти чистить, да, там, модернизировать, но там не настолько зачищать, как это было сделано, да, там, по инициативе федерации, опять же. Причем при этом, там, мы же с вами помним, что главного инициатора всей оптимизации на федеральном уровне наградили орденом Пироговой, Пирогова, да, то есть за успехи в области медицины Скворцова. Так, ну, еще о общественном мнении, я прошу прощения, я тороплюсь очень, потому что мало времени осталось. А по поводу этого, ну, вот это, понимаете, это вот сейчас новая фишка-то, идея появилась в квоту создать объединение, да, там, городок-лицеев, да. Ну, я тоже, как бы, не совсем понимаю, что они хотят из этого получить, какую картинку они себе представляют, или же это пока вот... Хогвартс. Просто, чтобы успокоить людей о том, чтобы... Будут здания в центре. Что территория... Нет, там здания-то уже, как бы, сносить их надо. Что территория там не пойдет под жилое строительство. Под застройку многоэтажную. Так, и вот реформа маршрутной сети, о которой мы говорили, транспортная реформа, так называемая, затеянная администрацией, должна была кардинально изменить подход к организации движения, то есть нам обещали пересадочные какие-то точки, да, маршруты, которые идут до пересадочной точки, дальше-то нужно пересаживаться, какие-то общие тарифы объединенные и прочее. Вообще это прекрасно, реформа не состоялась, но куча народу потратила кучу времени на обсуждение, на подготовку проектной документации. А город потратил, а бюджет потратил кучу денег. Да, бюджет потратил кучу денег, потом мы все это отменили, потом мы хотели закупать автобусы, тоже прорабатывали какие-то документы, наверняка там существовали конкурсные процедуры, назначались, отменялись. А сегодня на Гордуме вот спрашивают опять чиновников, депутатов, будете ли вы сокращать количество там сотрудников администрации? Нет, не будем. Конечно, кто будет заниматься вот этими конкурсами, которые потом надо будет отменять? Ну, справедливости я ради, я бы хотел сказать, что когда появился в качестве директора предприятия Денис Перлок, там стало, ну, как-то, во-первых, более прозрачно, во-вторых, какой-то, на мой взгляд, появился больше порядок. То есть, по крайней мере, и от него мы в том числе слышим те мысли, которые говорят люди. И то, что он в рамках этой же реформы высказывался, если мне не изменяет память, тоже достаточно негативно. Ну, вротив был, да. Еще раз, мы обсуждали это с вами идею, которую подготовила там какая-то, не помню, московская, не московская контора, да, то есть... Или Рязан. Рязан, не важно. Которая ни разу тут не была. Которая ни разу тут не была, которая, ну, большинство подобных планов, там, как вот стратегии социально-экономического развития Кировской области и города Кирова, да, там первоначально пишутся, там, просто под копирку, да, там меняется название территории и все. И все равно можно не соблюдать потом, зачем это интеллектуальные усилия вкладывать. Самое-то страшное ведь заключается в том, что это развязывает руки, предположим, тем же чиновникам бороться с неугодными предпринимателями, да, то есть когда они говорят, о, а у нас вот есть этот документ, вот, и неважно, реализуете его или не реализуете, да, там, вот, как бы, есть норма, да, ей можно воспользоваться против кого-то, значит. Вот, поэтому, там, и я считаю, что то, что мы тогда, там, кировчане, имеется в виду, да, там, отстояли все-таки шумом своим, что не надо подобные вещи запускать. Ну, я помню, видео уже было, да, сидела Елена Ковалева, Илья Шульгин, сидел Игорь Васильев, губернатор, который говорил, что что-то вот тут ребята не то придумали. То есть это вот прислушались, думаете, к общественному... Я думаю, что да. Ну, потому что, как бы, люди, которые ездят на служебных автомобилях, я не думаю, что они сильно озабочены движением общественного транспорта. Они с удивлением узнают, выйдя на асфальт, что асфальт плохой у нас. О Денисе Пырлоге и транспорте, кстати, надо сказать, в 13.06 у нас особое мнение. Да, особое мнение, как раз Денис Пырлог. Да, спасибо большое. Михаил Курашин, нашей студии, вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Созыва. Вспоминали сегодня 19-й год программы «Очевидцы». Ольга Болезина. Анна Лапшина. Всем до свидания. Будьте здоровы и больше хороших событий.